В минувшую субботу Волгодонск, присоединившись к 177 городам России и зарубежья, впервые написал тотальный диктант. Ровно в 15.00 участники акции приступили к проверке собственных знаний родного языка, однако среди тех, кто под диктовку написал текст на тему «Интернет – это зло или благо?», не было ни представителей городской администрации, ни Думы, хотя организаторы даже заготовили для высокопоставленных гостей специальные места. Подробнее о том, как прошла акция в Волгодонске, Анастасия Дубас. С мельчаков, отважившихся продемонстрировать собственные знания русского языка, в Волгодонске оказалось немного. Участников тотального диктанта удалось разместить в трех небольших аудиториях в Витине Яумифи. 210 человек, иными словами, чуть более десятой доли процента от общего числа жителей города. Тем же, кто все-таки пришел, предстояло разобраться в тонкостях правил русской грамматики, заключенных в тексте современной писательницы Дины Рубиной. Вы знаете, я долго готовился к этому. Я думаю, что все будет в порядке. Потому что я очень люблю русский язык. Я хорошо учился в школе, и моя мама преподаватель русского языка. Поэтому я не мог не прийти сюда. Генеральным информационным партнером тотального диктанта 2013 выступила телекомпания ВТВ. После того, как с предстоящим фронтом работы участников ознакомила сама Дина Рубина, текст еще раз прочел шеф-редактор новостей ВТВ Артем Андросов. Тотальный диктант – это вообще-то в принципе акция такая уникальная. Потому что, ну вот вспомните акцию, которая бы действительно задавала моду на грамотность, на какое-то желание улучшить, совершенствоваться. Вот я таких не помню, если честно. И когда организаторы предложили нам стать информационными партнерами, поддержать эту акцию, мы, естественно, с удовольствием согласились. Потому что русский язык, ну, мы так считаем, что должны знать, ну, может быть, не в идеале, но на хорошо, очень-очень многие. Состоящий чуть более чем из трехсот слов, текст был наполнен подводными камнями в основном по части пунктуации. С этой стороны его даже сама Дина Рубина оценивает как сложный. Диктант, я могу сказать, не сложный. Единственное, это, конечно, знаки припинания. Вот сложность связана с пунктуационными нормами. Обычно, когда в тексте прямая речь, диалоги, они всегда у пишущих вызывают затруднения. И вот в тексте Дины Рубиной как раз-таки и был сделан упор на пунктуацию. Впрочем, организаторы, учитывая авторские особенности текста, при проверке работ обещают не быть слишком строгими и не помечать ошибкой любое несоответствие написанного текста оригинальному. Дело в том, что при проведении тотального диктанта существуют некоторые правила, с которыми мы были ознакомлены заранее и о которых мы, соответственно, договорились. Так, например, оценка ставить или не ставить запятую в пределах допустимых вариантов. Они даже предложены организаторами диктанта. То есть это все спускается к нам от организаторов сверху. Будут проверять вместе со мной мои коллеги русисты и со школы, и с тем нашим, ведь и не я в МИФИ. Те, кто знают, что если запятые допущены на одну и ту же ошибку, то они не считаются поштучно, не выделение чего-либо. Ну и, соответственно, это дает меньшее количество ошибок. Но это ничего личного, это просто такие правила в русском языке. Диктант в Волгодонске писали на специальных бланках. Кстати, в пунктах фамилия и имя можно было указать и псевдоним. Данные о результатах обещают опубликовать уже 9 апреля на сайте тотального диктанта, однако они не будут обнародованы. Участник диктанта может узнать только свою оценку, предварительно зарегистрировавшись и вспомнив кодовое слово, которое тоже вписывал в бланк. За 10 лет существования акции в России сложилась и статистика. Согласно ей, только 1% пишущих диктант получает пятерки. Однако, быть может, Волгодонск, принимающий участие в акции впервые, покажет лучшие результаты и окажется впереди планеты всей. Это станет известно только 12 апреля в 18.00 в актовом зале Витиньяу Мифи состоится награждение победителей. Там же можно будет забрать свою работу. Анастасия Дубас, Иван Иванков, Новости ВТВ.